Добрый день, уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, друзья. До 9 мая осталось 53 дня. Это немного, если учесть стремительный ход времени и масштаб задач, которые мы ставим перед собой в связи с подготовкой и проведением 70-летия Великой Победы. Дата юбилейная, и это требует от всех нас особой чёткости и собранности, при этом неформального, творческого, душевного отношения к организации всех мероприятий. Сегодня мы детально обсудим основные вопросы, которые сейчас решает Оргкомитет Победы. Сразу скажу, что речь должна идти о степени готовности запланированных мероприятий, в том числе главных, общероссийских, общенациональных, которые пройдут в Москве. Ответственность за их подготовку возложена на специально созданный Оргкомитет под руководством Сергея Борисовича Иванова, руководителя администрации президента. Уважаемые коллеги, 9 мая – это день славы, день гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Но все мы знаем, что наши ветераны нуждаются в постоянной и повседневной заботе. Поэтому для Российского Оргкомитета Победы главным должен быть вопрос, всё ли сделано для всесторонней и полноценной поддержки наших ветеранов. Вы знаете, что указанным президентом правительству было поручено принять дополнительные меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов, и сегодня тоже об этом поговорим. В России более 2,5 миллионов ветеранов. Каждый из них внёс свой вклад в победу. В решающих битвах и на безымянных высотах, в военных госпиталях, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде, в Москве, на всех территориях, в Тулу, в эвакуации, где тяжелейшим трудом укреплялась жизненная мощь нашей страны. Всё это было сделано руками конкретных людей. Сегодня мы видим не только попытки, к сожалению, переначать и исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически всё этой победе, отстоявших мир на земле. Но я думаю, что вы сами об этом знаете, лишний раз повторять не нужно, но иногда действительно язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой. Их цель, понятно, подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Порой звучит просто откровенный бред, просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов людей, прежде всего молодёжи, совершенно опасные тенденции и извращённое представление о истории. Поэтому подготовка к юбилейным торжествам – это не только организация праздничных мероприятий, это и огромная просветительская, и информационная работа, как на национальном, так и на международном уровне. Мы обязаны постоянно, аргументированно, твёрдо, настойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в победу, объединяющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. Когда я говорю об объединяющей, хочу сказать, что многие народы, покорённые тогда Европой, с надеждой следили за тем, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И, конечно, это вселяло силы и надежды на будущее избавления от нацизма для всей Европы. По большому счёту Россию, наше общество, к сожалению, сегодня продолжают испытывать на зрелости единство, на прочность наших исторических традиций и связи поколений. Поэтому задача Российского Оргкомитета в каждом регионе Российской Федерации, опираясь на активное участие и поддержку граждан, достойно ответить на эти вызовы. И, конечно, важно использовать все возможности, чтобы рассказать об истории Отечества, о ратных и трудовых подвигах наших предков, открывать двери всем, кто хочет проявить себя на этом поприще, реализовать своё стремление быть причастным к общенациональному делу, к воспитанию патриотизма, к отстаиванию национальных интересов своей страны. Наши ветераны должны быть уверены, что мы никогда их не подведём, что мы смогли и сможем передать нашим детям чувство гордости за них, за их победу, величие которой навсегда останется в истории, что неприятие нацизма в наших генах и в нашей крови. И в заключение хотел бы поблагодарить российские средства массовой информации, причём и электронные, и печатные, и те, кто работает в интернете, за особое отношение к освещению подготовки юбилея. К этой теме одинаково внимательно относятся как государственные, так и негосударственные средства массовой информации. Многие не только рассказывают об инициативах в преддверии праздника, но и сами готовят материалы о ветеранах, о поисковых движениях, об участии молодёжи в сохранении исторической памяти, о событиях Великой Отечественной войны, о ключевой роли Советского Союза в победе над нацизмом. Эта работа очень важна, её нужно продолжать и после праздника, после 9 мая. Давайте перейдём к обсуждению. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, подготовка к празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне началась заблаговременно, если быть точным, в апреле позапрошлого года, с момента выхода соответствующего указа. И тогда трудно было даже предполагать, что работа нашего Оргкомитета будет проходить в столь сложных, острых условиях. В ряде стран организована кампания по пересмотру итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Да, конечно, с такими фактами или попытками мы сталкивались и раньше, но в последнее время поток циничной лжи и фальсификации приобрёл поистине беспрецедентный характер. Об этом только что говорил Владимир Владимирович. По понятным причинам это не оставило равнодушным наших людей. Вызвало их стремление внести свой вклад в защиту исторической правды и сохранению памяти о подвиге советского народа. Оргкомитет буквально захлестнули предложения и проекты от граждан, ветеранов, общественных организаций, регионов, муниципалитетов, научных и творческих сообществ. Все они, безусловно, досконально изучаются и учитываются в нашей работе. Мы понимаем, что должны не просто провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, но и сделать всё от нас зависящее для защиты правды о войне, о победе, о роли Советского Союза в разгроме нацизма. Особую ценность здесь, конечно, приобретают воспоминания и свидетельства фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто пережил ужасы концлагерей, оккупации, блокады. День Победы – это прежде всего их праздник. И в период до 9 мая каждый из более чем 2,5 миллионов ветеранов будет награждён медалью «70 лет Победы». Для них также предусмотрена и единовременная денежная выплата в размере 7 тысяч и 3 тысяч рублей в зависимости от категории. Юбилейные медали будут вручены и ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в других странах, прежде всего, конечно, в СНГ. Ветераны – главные гости на всех торжественных мероприятиях. Поэтому в праздничные дни участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда на всех видах транспорта, кроме такси. Вы знаете, что правительству России поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Об этом сегодня более подробно скажет Ольга Юрьевна Голодец. В Оргкомитет также поступает множество просьб из регионов по поводу проведения там военных парадов и маршей войск. И благодаря нашему Министерству обороны военнослужащие будут максимально задействованы в этих торжествах. Сергей Кужугеточ, наверное, сегодня более подробно об этом расскажет. Я лишь подчеркну, что торжественные мероприятия с привлечением войск и сил флота пройдут в 70 городах Российской Федерации. И в парадах, и в маршах будут широко продемонстрированы различные виды вооружений и военной техники. В пяти городах состоятся парады кораблей военно-морского флота. Показательные полеты авиации запланированы тоже в пяти городах России, а также в Минске и в Бишкеке. Без сомнения, особое значение имеют праздничные мероприятия в Крыму. Мы все помним, с каким воодушевлением встречали 9 мая крымчане и севастопольцы в прошлом году, сразу же после возвращения в родную гавань. В этом году состоится наше первое за два с лишним десятилетия общее празднование Дня Победы. И мы должны сделать все необходимое, чтобы оно прошло не только торжественно, но и тепло, искренне, как говорится, по-братски. Военные парады будут организованы в городах-героях Керчь и Севастополь. При этом в Севастополе, конечно, запланирована и военно-морская часть парада. Безусловно, центральным событием праздника станет военный парад на Красной площади в Москве. Не хотелось бы заранее раскрывать все сценарные находки. Скажу только, что основной акцент в этом году будет сделан, как мы это обсуждали на Уркомитете, на исторической части парада. По Красной площади пройдут пешие и механизированные колонны в форме и с оружием времен войны. На различных площадках столицы, это впервые мы делаем, будут организованы показы исторической техники. То есть они будут стоять в местах, согласованных с правительством Москвы, и люди могут не только подойти к ним, но и дети могут полазить по ним, посмотреть, чтобы это было все живо и неформально. Также на параде будет продемонстрирован целый ряд, конечно, новейших образцов вооружения и военной техники. Собственно, здесь у нас традиция соблюдается. Среди приглашенных зарубежных гостей ветераны, главы государств и правительств, министры обороны и стран СНГ, других дружественных государств, а также стран антигитлеровской коалиции. Более десяти государств направят свои воинские подразделения для участия в параде. Некоторые из них впервые. В свою очередь, российские военнослужащие, вооружение и военная техника примут участие в торжественных мероприятиях в Минске, в Бишкеке и в Ереване. 8 мая планируется неформальная встреча глав государств СНГ. Подробнее о зарубежных гостях и участниках, а также подготовленных для них программах, доложат министры обороны и иностранных дел. Я бы хотел отметить только еще один важный момент. Основной подход Оргкомитета к организации праздничных мероприятий по всей стране заключается в том, чтобы поддержать новые творческие идеи, не навязывая универсальные обязательные программы для всех. И я считаю, что это уже сработало. Мы видим, насколько разнообразны культурные программы различных регионов, посвященные юбилею. Еще раз отмечу, что с нашей стороны субъектам Федерации было предложено провести лишь несколько общих мероприятий 8 и 9 мая, а остальное уже на усмотрение самих регионов. Это в первую очередь те массовые акции, которые уже стали традицией. Среди них раздача георгиевских ленточек, вахта памяти у мемориалов и, конечно же, акция, которая в последнее время приобрела большую популярность, можно сказать, народную популярность – это «Бессмертный полк». Оргкомитетом разработан официальный логотип празднования, который уже получил широкое распространение. Это можно увидеть на экранах всех федеральных каналов. Также была предложена стилистика художественного оформления, городских пространств, транспорта, форма волонтеров. Еще одной отличительной особенностью предстоящего юбилея, поддержанное Оргкомитетом, стало масштабное привлечение молодежи к подготовке, организации и проведению праздников. Под эгидой Росмолодежи формируется Всероссийский волонтерский корпус «70-летие Победы», который объединит до 80 тысяч молодых людей. Они примут участие в военно-мемориальной работе, в благоустройстве воинских захоронений и памятных мест. Это новое гражданско-патриотическое направление волонтерского движения, и мы его всячески поддерживаем. Мы также предложили главам регионов поддержать и по возможности поощрить представителей активных военно-патриотических движений, прежде всего поискового и военно-исторической реконструкции. В этих организациях это очень хорошо, все больше и активнее работают наши молодежи. Оргкомитет сознательно стремится к тому, чтобы и дух, и форма проведения мероприятий были близки и понятны молодым людям. Кстати, недавно в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылась очень интересная и современная выставка. Это трехмерная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Она сделана энтузиастами поисковых движений вместе с живыми участниками штурма Рейхстага. И эта панорама представляет собой открытый интерактивный проект, где можно свободно ходить, нет никаких ограничений, ленточек, запретов, и можно все трогать своими руками. Эту выставку уже посетили, прошло всего несколько дней, с открытия десятки тысяч человек. И, на мой взгляд, это хороший пример современного творческого подхода к патриотическому воспитанию, в том числе и молодежи. Немало проектов у нас реализуется и в интернет-пространстве. И, конечно, самое пристальное внимание уделено информационному сопровождению. 9 мая планируется беспримерная по масштабам телевизионная трансляция из городов, в которых состоятся военные парады и парады кораблей. К празднику создается уже практически создан крупный международный пресс-центр, оснащенный самым современным оборудованием, ну, например, как бы это было на зимней Олимпиаде в Сочи. Начал действовать официальный сайт, на котором уже идет аккредитация журналистов. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, таковы основные направления деятельности Оргкомитета. За рамками доклада осталась напряженная повседневная работа, прежде всего техническая, организационная. В целом можно отметить на сегодняшний день высокую готовность к празднованию 70-летия Победы, хотя расслабляться, конечно, нельзя. И Оргкомитет до 9 мая проведет еще несколько заседаний. Спасибо. Доклад закончен. Спасибо. Ольга Евгеньевна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с момента проведения 34-го Организационного комитета Победы была проведена большая работа по улучшению социально-экономического положения ветеранов и подготовке к празднованию 70-летия Победы. Я напомню, что сегодня в России проживает 217 тысяч 515 участников Великой Отечественной войны. Всего категории, которые приравнены к участникам Великой Отечественной войны, включая узников фашистских концлагерей, тех, кто пережил блокаду Ленинграда, тружеников тыла, в России насчитывается 2,7 миллиона человек. Проделана серьезная работа и материально-техническая поддержка сегодня составляет в среднем для каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны 35 тысяч 974 рубля. Эта сумма достойна и уважения, но вместе с тем я хочу обратить внимание, что первым решением в этом году со стороны всех государственных органов было решение об индексации трудовой пенсии, которая позволит нам в течение этого года существенно увеличить эти выплаты. Особое внимание уделяется инвалидам Великой Отечественной войны, чьи выплаты достигли 47 тысяч рублей. Помимо перечисленных выплат, уже Сергей Борисович упомянул о той выплате единовременной, которая приурочена непосредственно ко Дню Победы. Это 7 тысяч для участников Великой Отечественной войны и 3 тысячи для ветеранов Великой Отечественной войны. Это общая сумма 12,6 миллиарда. Она запланирована бюджетом и на сегодняшний день подготовлено постановление правительства Российской Федерации о выплате. Мы произведем эту выплату до Дня Победы в отношении всех ветеранов. Важнейшей программой и важнейшей формой поддержки является обеспечение жильем ветеранов. Я напомню, что с момента действия этой программы с 2008 года улучшили свои жилищные условия 280 тысяч 946 ветеранов. Только за прошлый год новые квартиры получили 8 тысяч 311 ветеранов и на реализацию этой программы в прошлом году было потрачено 9 миллиардов рублей. Наша очередь постоянно движется, потому что в силу своих семейных причин ветераны периодически меняют место проживания и продолжают вставать на очередь. Сегодня у нас в очереди 15 518 ветеранов, из них участников войны 2,5 тысячи человек. На этот год также выделена сумма в размере 12,5 миллиардов рублей. И мы надеемся, что все ветераны в этом году будут удовлетворены и эта очередь у нас исчезнет. У нас на сегодняшний день есть регионы, такие как Москва, Московская область, Саратовская область, Архангельская область, где очередь отсутствует. И вместе с тем есть регионы, в которых эта очередь продолжает оставаться довольно выстокой. Это, например, Башкортостан, Самарская область, Пензенская область. Но мы понимаем, что выделенные средства и те приоритеты, которые расставлены, они позволят в течение года эту программу завершить. Многие регионы сегодня уделяют большое внимание капитальному ремонту и ремонту того жилья, в котором проживают ветераны войны. За прошлый год было отремонтировано 36 тысяч квартир ветеранов, и в этом году этот объем сохранится на том же уровне. С точки зрения социальной помощи и медицинской помощи, на сегодняшний день в число приоритетов попадает вопрос доступности этой помощи. Сегодня очень высок спрос на помощь на дому. Сегодня помощью на дому охвачено 170 тысяч ветеранов. Поддерживаются лучшие практики регионов, которые реализуются в различных формах и в различных регионах. Так, например, службы сиделок для ветеранов работают в Удмуртской республике, Новгородской области, Томской, Московской, Курганских областях и ряде других регионов. Технология тревожной кнопки функционирует в Республике Карелии, Сахо-Якутии, Ставропольском, Хабаровском краях, Белгородской, Новгородской, Московской и ряде других регионов России. Очень важно для ветеранов сегодня функционирование социального такси, которое также функционирует в большинстве регионов Российской Федерации. Очень важно с точки зрения предоставления услуг ветеранам сегодня и медицинская помощь на дому. На одном из оргкомитетов мы приняли решение, что все ветераны без исключения будут обеспечены диспансеризацией. Диспансеризация прошла, действительно, ей охвачены все ветераны войны. И что очень сегодня приятно отметить, что 51% инвалидов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию на дому. Это важная форма, которая сегодня развивается и реализуется в отношении маломобильных групп населения и, в частности, ветеранов старшего возраста. По итогам диспансеризации медицинская помощь оказана 51 тысяч инвалидам Великой Отечественной войны и 247 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо социальной и медицинской помощи, нужно сказать, что сегодня реализуется очень много проектов по поддержке активности наших ветеранов, потому что наши ветераны, как всегда, в рабочем строю, и они реализуют большое число проектов, касающихся нашей общественной и социальной жизни. Здесь хочется отметить проекты и Российского Союза ветеранов, и Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Всероссийской общественной организации героев, кавалеров, государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России» и большого числа других ветеранских организаций, потому что именно они дали старт, и они дают постоянно новый импульс различным проектам в отношении развития молодёжного и детского движения в отношении патриотического воспитания. Так, например, Российский Союз ветеранов проводит Всероссийско-детско-юношескую игру «Наследники победы», а Московский городской совет ветеранов проводит масштабный фестиваль «Победа одна на всех». Для нас сегодня активность и активное участие ветеранских организаций во всех школьных и молодёжных проектах имеет особую важность, потому что только вот такая непрерывная связь времён является залогом действительно сохранения памяти и уважения к нашей победе. В отношении молодёжи были даны также поручения, и они все реализованы. Сейчас проводится целый ряд фестивалей и целый ряд специальных конкурсов, которые посвящены Великой Отечественной войне. Все 48 тысяч учебных заведений Российской Федерации сегодня активно участвуют и готовятся к проведению праздника Победы. Всероссийский урок, посвященный 70-летию Победы, состоится 9 апреля 2015 года. Он будет проходить в режиме онлайн, к нему будут подключены все города-герои, и это даст старт такой серьёзной недели, и это даст старт торжественным мероприятиям, посвящённым Дню Победы. В этом году у нас произошло качественное изменение в сфере туризма. Более миллиона школьников сегодня вовлечены в программы посещения мест боевой славы, ухода за могилами, и эта программа будет развиваться и продолжаться, и мы надеемся, что она у нас выйдет на новый уровень к концу этого года. Очень широка система, очень широка программа культурного празднования 70-летия Победы. Праздники пройдут во всех городах и сёлах Российской Федерации. Сегодня проходит большой фестиваль хорового пения, который завершится 9 мая, и в Большом театре в рамках празднования 70-летия Победы состоится большой концерт, в котором примут участие дети сводного хора России. Я не буду останавливаться подробно на том большом перечне мероприятий, это займёт, наверное, несколько числов, и коллеги допомнят о том, какие коллективы будут выступать за рубежом. Но сегодня я могу сказать, что мы готовы к проведению празднования 70-летия Победы в полном объявлении. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по традиции одним из наиболее ярких мероприятий празднования 70-летия Победы станут военные парады. Они пройдут в 28 городах России, столицах Белоруссии и Киргизии, а также в республике Армения. В 40 городах нашей страны запланирована торжественная марша с привлечением вооружения и военной техники. На пяти главных базах военно-морского флота России состоятся парады кораблей. Участие в парадах авиации предусмотрено в пяти российских городах и двух городах СНГ – Минске и Бишкеке. С 25 марта начинаются тренировки парадных расчётов. По состоянию на сегодняшний день в этих мероприятиях примут участие 78 653 человека. Всего будет задействовано 1880 единиц вооружения и военной техники, 238 летательных аппаратов, 51 военных кораблов. В Белоруссии, Киргизии и Армении в военных парадах примут участие более тысячи военнослужащих, 74 единицы современных образцов вооружения и военной техники, а также 16 самолётов и вертолётов вооружённых сил Российской Федерации. Безусловно, главный парад предстоящего празднования пройдёт на Красной площади. По сравнению с юбилейным парадом 2010 года численность пеших колонн увеличится почти на 50% и превысит 15 тысяч человек. Без сомнения, большой интерес вызовет историческая часть военного парада. Коротко на ней остановился уже Сергей Борисович. Я на этом останавливаться не буду. Что касается механизированной колонны, в её состав планируется привлечь 194 единицы вооружения и военной техники. Ряд из них разработан и создан по заданию Министерства обороны и будет продемонстрирован 9 мая впервые. Отмечу, что для участия в военном параде приглашены 16 воинских подразделений из дружественных государств и стран антигитлеровской коалиции. 9 из них подтвердили своё участие. Два государства отказались. От пяти стран ждём ответа. В качестве гостей по линии Министерства обороны на торжества 9 мая в Москву планируется пригласить 26 глав иностранных военных ведомств, подразделения которых примут участие в параде на Красной площади, а также стран-партнёров по военному и военно-техническому сотрудничеству. По официальным приглашениям ко Дню Победы в нашу страну также прибудет 85 участников Великой Отечественной войны из всех регионов России и 75 ветеранов из 23 иностранных государств. Безусловно, с каждым ветераном пребывает по одному сопровождающему. Встречи ветеранов и их транспортное обслуживание возложены на Министерство обороны совместно с Министерством транспорта и правительством Москвы. Питание, проживание, медицинское обеспечение ветеранов из субъектов Российской Федерации будет организовано в Доме отдыха Министерства обороны Подмосковья. Ветераны из зарубежных стран будут размещены в гостинице управления делами президента «Золотое кольцо». Добавлю, что ветераны примут участие во всех основных мероприятиях 9 мая в военном параде торжественного приема президента России и праздничном концерте на Красной площади. Кроме того, на период их пребывания в Москве предусмотрена широкая культурная программа. Подготовка к военному параду, торжественным маршам, приемы участников и гостей идет строго по графику. Все поставленные перед Министерством обороны задачи будут выполнены на самом высоком уровне. Благодарю за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Министерство иностранных дел уделяет приоритетное внимание участию во всех мероприятиях, которые связаны с подготовкой к юбилею Великой Победы. Приглашение на торжество направлено главам 68 иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского Союза. Уже по состоянию на вчера свое участие подтвердили лидеры 26 государств, а также ЮНЕСКО и Совета Европы. Для справки, в 2010 году, на 65-й годовщине Победы, всего было 28 иностранных участников, по факту. Среди тех, кто подтвердил свое участие в нынешних мероприятиях, представители Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии, руководители Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики. Разумеется, что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые предпринимают сейчас американцы, и агрессивное ядро Евросоюза, о чем Владимир Владимирович уже подробно сказал. Но в Европе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств в Москве, не только для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления обстановки на нашем континенте сегодня, для недопущения нового раскола Европы. Ожидается участие президента Чехии, главы правительства Словакии, премьер-министра Греции, президента Кипра. Также в разных формах подтвердили свое участие руководители Боснии и Герцеговины, включая президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также руководители Исландии, Македонии, Черногории, Сербии, Норвегии. Повторю, это все в разных формах, в том числе некоторые устно подтвердили свое участие. Это все еще подлежит уточнению. Особое значение для срыва антироссийской кампании имеет согласие канцлера Германии Ангелы Меркель прибыть в Москву. Конкретные параметры ее участия в этих мероприятиях сейчас уточняются. Но, разумеется, на торжества будут приглашены главы всех дипломатических миссий иностранных государств в Москве. Зарубежные делегации будут присутствовать на параде, в котором планируется участие воинских подразделений из целого ряда стран, о чем Сергей Кожигович только что сказал. Помимо стран СНГ, большинство из них участие свое подтвердили также в параде. Участие воинскими подразделениями подтвердили Индия, Монголия, Китай и, скорее всего, окончательное подтверждение придет из Сербии. По окончанию парады зарубежные гости будут участвовать в церемонии коллективного возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а затем в торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце. Специальная программа предусмотрена для ветеранов из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья, о чем Сергей Кожигович Шойгу только что подробно рассказал. Мы уделяем особое внимание укреплению координации действий с партнерами по Содружеству независимых государств. Готовятся неформальные встречи лидеров тех стран СНГ, которые будут участвовать в мероприятиях. И эту специальную встречу предлагается провести накануне 9 мая, 8 числа, в формате тех глав государств, которые прибудут в Москву. Учитывая, что нынешний год объявлен в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны, готовится предложение о том, чтобы главы государств, которые будут участвовать в этих мероприятиях, приняли специальное обращение к ветеранам фронта и труженикам тыла. Это имело бы важные объединяющие значения и для ветеранов, и для нашего взаимодействия с нашими ближайшими соседями, в том числе в наших усилиях по противодействию фальсификации истории. Помимо этого, вместе с главными нашими союзниками по ОДКБ и по СНГ запланированы крупные мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ и Совета Европы, которые приурочены к 70-летию победы. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Сергей Викторович. Так, коллеги, есть кто-то, кто хотел бы что-то добавить? Прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пару слов сказать в отношении исполнения поручений. В целом, действительно, поручения, предметом которых является подготовка к празднованию Великой Победы и социальное обеспечение ветеранов, они действительно исполняются должным образом. Я хотел бы несколько слов сказать об исполнении 714 указа. Это я напомню, он посвящен обеспечению ветеранов жильем. Динамика постановки на очередь, она выглядит следующим образом. В 2012 году встало на учет 39 тысяч человек, в 2013-м 26, в 2014 году уже 10,7 тысяч человек. То есть, мы видим динамику явного уменьшения, но, тем не менее, даже в этом году за 2,5 месяца на учет встало уже 930 ветеранов. Плюс у нас появились два новых субъекта, и на сегодняшний день работа по постановке на учет в этих субъектах, она только началась. В Севастополе поставлено на очередь 75 человек. В целом в Крымском федеральном округе сейчас стоит около 200 человек, но мы ожидаем, что очередь по этим двум субъектам составит порядка от 3 до 7 тысяч человек. Соответственно, собственно, ветераны и члены их семей. На 2015 год финансовая обеспеченность выглядит следующим образом. В очереди по состоянию на начало марта 15,8 тысяч человек выделено средств в федеральном бюджете 12,5 миллиардов рублей. То есть, эти средства позволят нам обеспечить около 10-11 тысяч ветеранов, инвалидов и членов их семей. С учетом той динамики, о которой я говорил, которую мы наблюдаем в отношении постановки на учет, в 2016 году нам надо будет обеспечить порядка 15 тысяч ветеранов и членов их семей. Плюс я хотел бы сказать о том, что вы в декабре 2014 года давали поручение регионам проработать вопрос об обеспечении в приоритетном порядке собственно ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Это решение является справедливым, потому что это правильно, прежде всего, обеспечить непосредственно людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Но, опять-таки, здесь мы наблюдаем некоторые проблемы в результате проработки. А именно, с учетом девицита средств у нас, получается, не будут обеспечены порядка тысячи непосредственно ветеранов. Почему? Потому что регионы не вправе двигать очередь, то есть поставить, взять и изменить в определенном порядке очередность, тем самым будут поражены в правах у некоторых участников очереди. И в этой связи мы предлагаем издать соответствующее поручение, предметом которого явилась бы выработка отдельного особого механизма по обеспечению лиц, непосредственно принимавших участие в Великой Отечественной войне и инвалидов в 2015 году. Примерно решение этой задачи потребует дополнительно в районе 1 миллиарда рублей. Если вы согласны, мы проект соответствующего поручения подготовим. У меня всё. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, инициатива Российского организационного комитета «Победа», реализуемая Оргкомитетом по податковке 70-летия Победы, вызвали в наших регионах самый живой отклик и породили настоящую цепную реакцию свежих идей и проектов, о котором говорил Сергей Боевич. Вот только один пример. Оргкомитет предложил провести всероссийскую эстафету «Вечного огня». Регионы откликнулись предложением доставить «Вечный огонь» от стен Кремля не только в города, но и в прямом смысле в каждый дом. В регионах от «Вечного огня» будут зажжены лампады в местных храмах, чтобы жители могли поставить свечки или не уйти частичку «Вечного огня» домой, чтобы обвинуть своих близких. Оргкомитет «Победа» задал высокую планку для патриотической работы. И сегодня региональные штабы активно работают на местах по программам празднования, созданным на основе федерального плана. Системная работа по искажению истории, которая ведется нашими оппонентами в Центральной России, где проходили самые ожесточенные бои, воспринимается особо остро. Цель – наши наследники – разрушение их мировоззрения и исторической памяти. Противостоять подобным атакам сложно, но иногда именно дети подают пример, как надо защищать историю. У нас в округе прошел конкурс юзных художников, посвященных войне. Всех тронуло до слез и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях работа 11-летней школьницы, которая создала трехминутный фильм «Война глазами ребенка». В финале фильма, построенного на кадрах старой хроники, девочка выбрасывает яркие наряды куклы Барби и переодевает ее форму медсестры. В ходе подготовки к 70-летию Победы мы поняли, чтобы противостоять идеологическим нападкам, нужны современные подходы в самых разных областях – в культуре, в просветительстве, в межнациональных отношениях, в межпоколенческих связях. Практика показывает, что именно в этих сферах создается жизненная среда, диктуется мода, формируется мышление молодых, сохраняется, либо обрывается связь поколений. С помощью талантливых проектов на новом технологическом и содержательном уровне удается эмоционально вовлекать людей и достигать целей патриотического воспитания в отношении больших социальных групп без больших бюджетных расходов. Наша молодежь готова защищать историческую правду, причем не только российская молодежь. Сегодня потомки поколения победителей живут на всей территории бывшего Советского Союза. Они такие же наследники Победы, как и россияне. Объединенные поисковые отряды, забота о местах захоронений, развитие сетевых ресурсов для общения – такие проекты могли бы стать основой для международного сотрудничества в новых условиях, и мы наших соседей приглашаем к этому сотрудничеству. Богатство и разнообразие инициатив на местах показывает деятельную готовность самых разных людей защищать наши ценности. В регионах сложилась хорошая практика привлекать к этой работе серебряных волонтеров. Это ветераны военной службы и боевых действий. Но этому энтузиазму нужна постоянная поддержка и координация на федеральном уровне. В нашей стране существует многолетняя традиция отмечать на государственном уровне памятные даты, связанные с особыми вехами истории. День Победы празднуется всенародно с 1965 года. Для подготовки и проведения крупных общегосударственных торжеств создаются соответствующие юркомитеты. Каждая из них за период своей деятельности нарабатывает хороший опыт, огромный потенциал, творческий, методический, кадровый, который накапливается годами. Это практическая база для дальнейшей патриотической работы. Уважаемый Владимир Владимирович, предлагаю на базе Российского организационного комитета Победа на постоянной основе предусмотреть координацию всех организационных усилий при проведении общегосударственных торжеств, связанных со значимыми историческими датами. Штабы в регионах тоже было бы целесообразно сохранить на постоянной основе для проведения патриотической работы и для обмена лучшими региональными практиками. Уважаемый Владимир Владимирович, наши ветераны болеют душой за нашу молодежь, переживают и во встречах всегда говорят об этом, что когда встречаются с ребятами, узнают, что в школах не читают повесть о настоящем человеке, молодую гвардию, севастопольские рассказы. Ветераны из Ржева города воинской славы попросили меня обязательно зачитать членам оргкомитета короткое, но очень сильное стихотворение Василия Федорова, написанное в 1955 году. Позвольте, все испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак сердца, не занятые нами, не мешкая, займет наш враг. Займет, сводя все те же счеты, займет, засядет нас, разя, сердца. Да это же высоты, которых отдавать нельзя. Регионы Центрального федерального округа к празднованию готовы. Спасибо. Спасибо, Александр Дмитриевич. Я не очень понял, что Вы сказали по поводу того, чтобы зажечь огонь от вечного огня, а потом переместить его в храмы. Дело, конечно, очень хорошее и доброе. Вместе с тем, обращаю внимание и Ваших, и всех остальных присутствующих. Это не религиозный праздник, это общенациональный светский праздник. И у нас, кроме православия, к которому я и сам себя отношу, все-таки есть еще и ислам, есть буддизм, есть иудаизм. И нам только нельзя ни в коем случае нечто сделать такое, что одна конфессия будет делать что-то, что другая делать не сможет. Если уж и делать, то делать всем вместе. Я не знаю, у буддистов есть возможность зажечь огонь и перенести куда-то до храма. Я просто не очень понимаю, иудеи точно могут эти свечи зажечь, а и мусульмане могут или нет. Если нет, то тогда лучше не делать ничего, что не могли бы сделать другие. И это должен быть единообразный подход абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Все должны в едином порыве делать что-то общее. Не должно быть ничего, что нас разъединяет или чего-то кому-то не хватает. Понимаете, я просто прошу вас, это такая мелочь вроде бы оказалась, но все-таки надо над ней подумать как следует. И безусловно, духовное начало в этом празднике, безусловно, присутствует. И каждый, когда шел под пули, молился по-своему. Так, это очевидная вещь. Но нужно такие найти формы, которые бы объединяли всех и каждого. Пожалуйста. Еще. Нет? Тогда будем завершать. Что бы хотел отметить в завершении. Ясно, что мероприятие важное, большое, масштабное, потребует от нас известного напряжения сил. Мы этим занимаемся уже давно, Сергей Борисович об этом говорил. Есть вещи неприходящие, которые мы будем делать до тех пор, пока последний ветеран еще среди нас находится. Я имею в виду, прежде всего, вопросы социально-экономического характера. Здесь вот руководитель контрольного управления предложение сделал. Давайте подумаем, что мы можем еще дополнительно сделать для этого. Конечно, одна из важнейших вещей – это обеспечение жильем. Здесь мы с 2008 года активно этим занимаемся. Все, что мы сделали, превзошло все наши ожидания. В разы увеличилось количество предоставляемого жилья. Мы изначально, как вы знаете, считали, что это будет 28 тысяч или сколько-то в этом роде. Сейчас уже больше 100, по 200 тысяч уже выдали квартиру и еще не закончили эту работу. Но ее нужно закончить. Ее нужно закончить, и будем это делать. Ольга Юрьевна говорила еще об одном направлении – это медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение. Не буду еще задаваться здесь детали, проблем там очень много. И, кстати говоря, все проблемы, связанные с медобслуживанием и с обеспечением лекарствами, они, как правило, и касаются в основном, прежде всего, наиболее остро стоят перед людьми пожилого возраста, то есть как раз перед ветеранами. С 1 января текущего года действует федеральный закон об основах социального обслуживания граждан. Нужно сделать так, чтобы этот закон действовал на все территории Российской Федерации и в каждом субъекте Федерации. Теперь, что касается бесплатного социального обслуживания на дому. Конечно, это очень многое здесь можно сделать на уровне субъекта Федерации. Я обращаюсь к руководителю администрации, к полпредам, к губернаторам, которые здесь присутствуют. Нужно дойти до каждого субъекта, чтобы в каждом субъекте эти вопросы были проработаны. Есть, конечно, и проблемы, связанные с материальным обеспечением этой работы, но мы с вами знаем, что это не те вопросы, которые невозможно решить. Требуется только внимание, часто даже и больших денег никаких не нужно. То же самое касается капитального ремонта жилья, во всяком случае, для тех ветеранов, которые по соответствии с имеющимися правилами не могут претендовать на получение нового. Но совершенно очевидно, что во многих случаях нужно обратить внимание на те условия, в которых они проживают, потому что формальные метры часто не имеют никакого значения. Теперь по поводу работы самого комитета «Победа». Он создавался не только как орган, который должен заниматься подготовкой торжественных мероприятий, связанных с юбилеями и с 9 мая вообще. Эта структура создавалась как действующий инструмент проведения патриотической работы в стране в целом. И хочу обратить ваше внимание на это и исхожу из того, что Сергей Борисович и другие коллеги, которые занимаются организацией этого дела, будут использовать эту структуру для решения вот этой более масштабной, но, конечно, не менее важной, может быть, даже и более важной работы, чем сами торжественные и праздничные мероприятия. Мы понимаем, что 9 мая – День Победы – это консолидирующий, объединяющий всю нашу страну день. И нужно, конечно, использовать это обстоятельство для решения вопросов не только внимательного и нужного отношения к ветеранам, но и для того, чтобы дело, которому мы не служили, не пропало даром, для того, чтобы молодые люди нашей страны воспринимали всё самое лучшее, что достаётся нам от наших ветеранов из нашего прошлого, из нашей истории. Позвольте ещё раз выразить благодарность и уважение ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарить всех участников процесса подготовки к 9 мая и выразить надежду на то, что мы с вами доведём это до конца и проведём на самом высоком, достойном уровне – праздник 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Спасибо большое.